Добрый день, уважаемый Никита, спасибо, что согласились на интервью. Нам бы хотелось озвучить ряд вопросов, ряд тезисов, которые сегодня очень волнуют армянскую общественность. Несмотря на тяжелые последние две недели, связанные со златом политическому участку внутренней нестабильности в стране, тем не менее, самым актуальным вопросом в нашем регионе остается вопрос Нагорного Карабаха. Как вам известно, Альев, президент Азербайджана, своими заявлениями фактически торпедирует переговорный процесс. Он своими заявлениями дает понять, что как бы ни шли переговоры, о признании Карабаха не может быть и речи. Между тем, формат минской группы подразумевает некий компромисс, который включает в себя признание Нагорного Карабаха. Однако Азербайджан и своими воинственными заявлениями, и инициированием войны, которая была в начале апреля, 4-х дневной войны, фактически торпедирует этот процесс. Эти заявления воинственные и провокации на границе продолжаются до сих пор. Мне бы хотелось услышать ваше мнение, как независимого политика из России. Как вам видится разрешение этой ситуации и ваш взгляд на возможное будущее развитие событий? Добрый день, Арман. Действительно, вы правы, события и последние двух недель, и внешнеполитическая ситуация, и внутриполитическая ситуация в Армении определяются, безусловно, в первую очередь вопросом Нагорного Карабаха. Вокруг этого строятся и отношения, разумеется, с Азербайджаном, это понятно. И отношения с Россией, и отношения с Турецкой республикой, и вообще, в принципе, это является краеугольным отношением для настоящего и будущего Армении. Естественно, это является существеннейшей частью понимания каждого представителя армянского общества. И позиция по Нагорному Карабаху внутри Армении, слава богу, она единая. Понятное дело, что любой переговорный процесс, а минская группа, это переговорный процесс, это вопрос компромисса. И, собственно, армянская сторона демонстрировала способность к этому компромиссу в течение последнего времени. И в определенной степени это было поддержано и российской стороной. Но ситуация апреля, безусловно, внесла свои определенные коррективы. Не просто определенным образом Азербайджан решил выходить из переговорного процесса, Азербайджан решил обеспечить эскалацию конфликта, понимая, что Россия, которая определенным образом обеспечивала ранее комфортную поддержку армянской позиции в этом вопросе, сейчас некоторым образом ослабляет свой принципиальный подход в этом отношении. Это касалось и вопроса российско-турецких отношений в апреле, это касалось и взаимоотношений с Азербайджаном, и ряда заявлений высокопоставленных российских чиновников по вопросу, в том числе поставок вооружения и армянской, и азербайджанской стороне. Разумеется, апрельская война внесла определенные коррективы, и последние две недели тоже потребует внести дополнительные коррективы в эти отношения. Алиев, действительно, вы правильно обозначили, решил выходить из этого, фактически выходить из переговорного процесса, связанного с минской группой, поскольку, собственно, обычно так и происходит, либо ты договариваешься, либо ты признаешь свое поражение, либо ты атакуешь. Он выбрал последний вариант и, естественно, должен нести ответственность за эти действия. Разумеется, на мой взгляд, ответную реакцию должна демонстрировать и Армения. На мой взгляд, таким образом, переговорный процесс минской группы фактически является соревнованным, и Армения должна заявлять здесь достаточно жесткую позицию в отношении возможных территориальных уступок. Я считаю, что Армения может ставить вопрос и по невозможности территориальных уступок в отношении своих земель, земель Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана. Второе. Армения фактически должна обозначить, что сорван процесс урегулирования в рамках минской группы. Третье. Армения должна ставить и перед минской группой, и перед международным сообществом, и перед Россией вопрос относительно признания Нагорного Карабаха. Сейчас эта ситуация, возможно, будет поднята и на уровне президента Армении Сержа Сарксяна после последних событий, поскольку события показали существенное недовольство его политикой внутри армянского общества, и перед выборами весной следующего года ему необходимо, безусловно, усиливать свои внутриполитические позиции. После этих двух недель он сделал соответствующие заявления относительно территориальных уступок, и, естественно, ему необходимо поднимать свое отношение внутри армянского общества. В противном случае, думаю, что в рамках конституционной реформы, которая проведена в Армении, и формирования нового парламента, нынешняя власть вряд ли сможет удержать свои позиции в управлении страной, и в том виде, в котором она имеет сейчас. Поэтому я думаю, что армянское общество должно сейчас оказать давление на свою власть для того, чтобы поднимать эти вопросы. Относительно России. Я достаточно последовательно придерживаюсь позиции, что Россия должна более внятно выражать свою позицию по урегулированию в вопросе Нагорного Карабаха. Власть в России, Министерство иностранных дел и высшее руководство страны занимает достаточно сбалансированную дипломатическую позицию, не выражая однозначного своего подхода. Некоторые политики российские выражают жесткую категорическую позицию, такие как, допустим, Владимир Жириновский за последние два дня обозначил эту позицию в отношении Армении. Причем по опросам в рамках избирательной кампании в России партия ЛДПР занимает сейчас практически второе место, обогнав коммунистическую партию Российской Федерации. Поэтому этот голос определенным образом звучит. Поэтому я считаю, что Россия должна занять более внятную внешнеполитическую позицию в отношении поддержки позиции Армении в урегулировании вопроса Нагорного Карабаха. И если Армения выступит в соответствующем предложении международному сообществу о признании Нагорного Карабаха, Россия должна поддержать это, тогда этот процесс примет более стройные отношения, и полагаю, что это позволит избежать потенциальных конфликтов, в том числе вооруженных, как на внешнем контуре армянской внешней политики, и в Нагорном Карабахе в том числе, так и внутри Армении в том числе, и в том числе сбалансирует внутриполитическую ситуацию в Армении, которая сейчас очевидно является расшатанной. Поэтому я полагаю, что Россия должна выступить с соответствующим заявлением, если Армения обозначит свою позицию достаточно четко, и предложить признать статус Нагорного Карабаха. Спасибо за ваше мнение. А как вам кажется, связан ли или можно ли как-либо связать крымский прецедент с карабахским вопросом? Мы в нашей аналитике часто это делаем. Армения, как вам известно, признала крымчастью России, фактически проголосовав соответствующим образом в ООН. Вот ваше мнение по этому поводу хотелось бы услышать. Относительно крымского прецедента, так называемого, он не первый фактически. Эти прецедентные отношения были введены нашими западными партнерами еще в рамках урегулирования конфликта на Балканах. Полагаю, что этот подход сегодня может являться системным для современной внешней политики, международной политики. И полагаю, что особых отличий в случае прямого, открытого волеизъявления народа на определенных территориях может применяться подобные подходы. Понятное дело, что политика эта вещь далеко не однозначная и с разных сторон смотрится по-разному. Однако здесь очевидны параллели, поэтому считаю, что международный процесс урегулирования должен идти в том числе исходя из наличия и признания подобных прецедентов. Такие заявления по Крыму сейчас уже звучат и со стороны ряда политиков, а где-то и руководства стран и входящих в Евросоюз. Есть заявления по поводу Крыма и со стороны кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, одного из вероятных победителей президентской гонки в Соединенных Штатах Америки. Уверен, что эти голоса будут звучать чаще. Такая же ситуация возможна и по линии Нагорного Карабаха. Понятно, что узел здесь уже давно связан политический узел Нагорного Карабаха и туда вовлечены далеко не только две стороны противоборствующие в этом конфликте имеется в виду Армения и Азербайджан и не только те страны, которые находятся в данном регионе, но и в принципе все мировое сообщество уже давно находится вокруг обсуждения этого вопроса. Здесь же вопросы и признания геноцида армян, здесь же и вопросы российско-армянских отношений и так далее. Поэтому я считаю, что этот прецедент может быть использован. Благодарю вас. Спасибо, Арман. Спасибо. 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 Спасибо.